Перед началом весеннего призыва в Армавире обсудили итоги прошлого года. Осенью 2018-го местный отдел военкомата отправил в армию 139 юношей. Главной проблемой по-прежнему остаются уклонисты. На 1 октября их число составляло 140 человек. 55 юношей разыскали. 18 человек привлекли к административной ответственности за уклонение от воинского учета и порчу документов. Военный комиссар Краснодарского края тоже поставил задачу. Если только призывник не исполняет возложенные на него обязанности, то при наличии оснований в обязательном порядке привлекать к административной ответственности. Но при наличии оснований правоохранительные органы, следственный комитет будут возбуждать уголовные дела в отношении этих лиц. Законную отсрочку от армии в прошлый призыв получили 434 человека. Большинство это студенты, которые продолжают учебу, а также освобожденные по семейному положению, сельские учителя и сотрудники полиции. Тех, кто прячется от военкомата без уважительной причины, ищут даже на рабочих местах. Возлагаются дополнительные обязанности на руководителей предприятий и организаций. То есть они должны взаимодействовать с военным комиссариатом, должны направлять работающих у них граждан военный комиссариат. Раньше такого не было, что они направление выдают. Кроме того, они обязаны сообщать о лицах, которые по возрасту обязаны состоять на военной службе, но по каким-то причинам они не состоят. Впервые за много лет в Армавере возбудили уголовное дело по факту уклонения от исполнения воинской обязанности. Оно уже передано в суд. 11% армаверских юношей не попали в армию из-за проблем со здоровьем. Осенью медицинское освидетельствование прошли почти 1600 человек, и только 82% оказались годны к военной службе. Вынесено решение о годности к военной службе всего 730. Из них по категории А – это годный к военной службе без ограничений 186 человек. Категория В – с незначительными ограничениями 413. Категория В – ограничено годные 76 человек. По категории В – это на полгода срочка по состоянию здоровья 42 человека. И абсолютно негодны к военной службе. Категория Т – 13 человек. С заболеваниями школьников начинают бороться заранее, чтобы к призыву молодые люди были в состоянии пройти срочную службу. Профилактические осмотры и диспансеризацию в детской городской больнице каждый год проходят юноши 15 и 16 лет. Всего подлежало осмотре 1679 юношей. В том числе юноши 2002 года – 743 человека. Юноши 2003 года – 936 человек, которые профилактически осмотрены все 100%. В 2018-м из третьей группы здоровья во вторую перевели 20 человека, из второй в первую – 12 подростков. 32 юноши сняты с диспансерного учета. В то же время одного новобранца уже после отправки в армию обследовали в краевой поликлинике, где выявили близорукость обоих глаз высокой степени. Парня освободили от службы и вернули в Армавир. Инна Лепеткина, Евгений Халманский, Служба информации, телеканал АРНТВ и Армавир.